АвтоВАЗ продолжает восстанавливать оснащение своих моделей. В очередной серии — возвращение мультимедийной системы и камеры заднего вида на Ниву Тревел в комплектациях Black и Offroad. Таких автомобилей пока нет в продаже — машины до сих пор выпускались с аудиоподготовкой. Но, как сообщает группа Автоград Ньюс в соцсети ВК, Нивы Тревел с мультимедийкой начали вновь сходить с конвейера в декабре. Таким образом, в оснащении осталось вернуть АБС, что случится, очевидно, не ранее 23-го года. А ещё завод возобновил производство самой дешёвой Гранты без кондиционера. Такие машины выпали из производственной гаммы осенью, и все Гранты с тех пор выпускались либо в версии Classic Advance с двумя подушками безопасности, либо в комплектации Classic кондиционер. Оба варианта завод рекомендует продавать по 750 тысяч рублей с небольшим. Самая дешёвая комплектация — она называется просто Classic — сохранялась в ассортименте дилеров. Но похоже, что спрос на неё тоже есть. Поэтому к продавцам из Тольятти отправили очередную партию машин. А ещё на ВАЗе собрали пробную партию Грант с 16-клапанным двигателем — впервые за последние полгода, как был перезапущен главный конвейер. Паблик Автоград Ньюс предполагает, что шесть автомобилей останутся на заводе — для испытаний, как поведёт себя автомобиль с более мощным двигателем, но без АБС. Шестнарь поставили на Гранты в комплектациях Club и Quest. У них есть кондиционер, мультимедийная система, обогрев лобового и заднего стекла, подогрев передних сидений, электропривод-зеркал и литые колёсные диски. Наконец, президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью каналу «Россия-24» уточнил срок перезапуска семейства Ларгус. Случится это в сентябре 2023 года. Кроме того, глава автогиганта пообещал показать первый прототип электрического универсала ещё до нового года, а в следующем году в Ижевске всё-таки соберут опытную партию. Это ещё не серийное производство, но проект всё же обретает реальные черты. Вообще, сдержанный оптимизм относительно веренного ему завода Максим Соколов объясняет просто. Если в апреле руководство опасалось, что конвейер из-за ухода РНО придётся остановить почти на год, накопив убытков на 30 миллиардов рублей, то теперь понятно, что худшего удалось избежать. Завод простоял три месяца, сейчас работает шесть дней в неделю, по итогам года покажет небольшую прибыль и соберёт 220 тысяч машин, а в следующем году выйдет на 400 тысяч автомобилей, то есть на докризисный уровень.